Тухло яйцо ели когда-нибудь? Ну, слушай, знаешь, когда ты, наверное, в такой ситуации, ты сам по себе, как бы, знаешь, паникуешь. Торты. Не торты. Пифагоровые штаны во все стороны равны, братишка. Это будет ложью. Всем привет, это Virtus.pro и Карина Кари. Сегодня мы сыграем в игру «Правда или ложь» и узнаем, кто из игроков лжет лучше. Участники по очереди рассказывают забавные факты о своей жизни, а соперники с помощью вопросов угадывают, правда это или ложь. Если соперник не угадал, то съедает конфеты с неизвестным вкусом. Погнали! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Стоп, а типа я первый хожу? Ты последний. А, я последний хожу, да? Все, можно вытягивать? Итак, история. И я ограбил супермаркет с помощью валенок. Когда это было? Мне было 15 лет. Что ты украл? Упаковку, жвачки, даже две. То есть ты ограбил? Как ты пронес их? Я закинул валенки. Собто ты же ограбил. Ну, я же вынес их, я же за них не заплатил. Что за магазин был? Это был старый магазин. Я даже не смог, как он назвал. Но сейчас таких нет, это старый магазин. Ну, я предположу, что это на самом деле правда. Ну, я тоже думаю. Мне кажется, это правда. Правда. Это лошадь. Ну, мне если что, казалось, что это правда, потому что Олег такой, как бы, из Омска. Омск это такой город, тяжелый очень. Да, и я такой еще выгляжу, ну, с бородой еще. А может, в конце скушаем, а то, ну... Нет, в смысле? Чуть-чуть нормальная выпала. Плохая выпала. Я вообще не понимаю, что выпала. Тебе повезло. Что-то среднее. Больше х**, конечно. Неприятное, что-то очень выпало. Какая-то трава зеленая. Как-то раз я ехал с Лана домой, а эпилептик рассказывал мне, как играть на Ульсе. Это в Москве было? Да. А я могу сразу ответить? Это правда. Это правда. Это лошадь, это не мне было. Тухлое яйцо ели когда-нибудь? У меня такое послевкусие противное. Рассказывай. Давай. В детстве я провалился под лед. Кто тебя вытаскивал? Никто. Сам? Ну, я сам провалился, да. Нет, кто тебя вытаскивал-то оттуда? Никто. Ты на речке провалился или ты сделал? Что ты сделал после того, как вылез? Я побежал домой, блин. У меня дом рядом был. А как ты выбился сам? Ну, я, получается, рядом, как тебе сказать, от тропы рядом. А, ну, то есть, течение было? Там совсем плюс от спицы не залет, да? Не, не, имеется в виду, я недалеко от земли был, и там еще не так глубоко было. Что мама тебе дома искала? Пустое. Что ты сделал с одеждой? Я ничего. Маме отдал. А что мама сделала с одеждой? Ну, наверное, стирала. Или посушила? Ну, слушай, знаешь, когда ты, наверное, в такой ситуации, ты сам по себе, как бы, знаешь, паникуешь, и у тебя нет каких-то таких эмоций, что ты плачешь. Ну, когда тебе, конечно... Ты об этом рассказывал друзьям? Да. И что они сказали? Что я... У меня с другом такая же ситуация была, если что, на том же озере. Это ложь. Это правда. Ну, это ложь. Знаешь, как я понял? Если что, он в конце Олег про***ц, он сказал, что его друг с его другом такая же история была, я такой, все понял. И как это становится понятно? Ешь, ешь, ешь. В смысле? Не буду я есть, я... Ну, половинку хочешь. Хорошо. Берем вот бобсы. Рязные носки, ребят, теперь. Шоколадочка. Наши ребятишки, вы готовы? Давай. Нет. Меня однажды в соревновании встречал оркестр. Соревнования были почему? Это была Олимпиада школьная. По какому предмету? По математике. Какое место ты занял? Я занял второе место. Где он тебя встречал? Он, ну, на вокзале. Из чего состоял оркестр? Оркестр? Не знаю, ты с чего. Что пели? Оркестр не поют. Есть, да? Можешь напеть мелодию оркестра? Прощальный марш. Кто занял первое место? Парень какой-то. Ну, с твоей школы? Нет. Что тебе было по математике, по итогу? В пони. Ну ладно, давай твоя средняя оценка по математике с 6 по 11 класс. Пять. Можешь теорему Пифагора ставить? Пифагоровые штаны во все стороны равны, братишка. Ты, конечно, спросил. Да я уже нечего. Я думаю, это правда. Это будет ложью. Это правда, но если что... Ну, это ложь. Ну да, я то есть про правду. Вот так вот. Чего? Это правда было? Сам факт правда, но он вообще не взаимосвязан с этой историей, я вот так скажу. Ты тоже хаваешь. И ты хаваешь. Ну да, половинку опять. Это насколько можно? Я не знаю, как у Дукалиса логика работает это вообще. Он на эту х** повелся реально. Чашка, да? Как будто томатная паста какая-то. Какой-то вот вкус знакомый, конечно. Но... Это что у меня, походу, было. Хочешь попробовать? Ну вот, братишка, половину как раз. Он типа не... Вот, х**, я не могу понять, что это. Норм. Металлический какой-то вкус. Ну, кстати, на гвозе х** похоже. Готово? Давай. Итак, я стал пекарем, чтобы привлечь внимание девушек. Каким пекарем? Что ты пек? Торты. Не торты? А как ты им стал? Ну, то есть, ты пошел в пекарню или что-то? Нет, я просто открыл рецепт и приготовил по рецепту. Что был за торт? Что ты мне подарил? Кому ей? Кому ей? Их было несколько. Ну, а какой торт был? Один был муравейник, если вы знаете такой торт. Другой медовик. И как, вкусный был торт? Я не пробовал. Я приготовил и сразу отнес, а там вкусы нет. И какова была реакция девушек? Я это делал, чтобы просто обратить внимание. Обратили? Да. И как это проявилось? Со мной начали общаться. И к чему это все привело? Ни к чему, просто к общению. Ты дома пек, получается? Ну, у меня не было пекарни. Мама помогала? Нет. У меня только отец помогал. Окей. Это сложно что-то спросить еще. Но я, наверное, выдам, что это, скорее всего, неправда. Ну, мне тоже кажется ложь. Ваш окончательный? Да. Это правда. Ну, это специально. Хорошая. Знаете, вот это. Суперезы. Есть. Я ни разу не ел. Точнее, не переставал есть. Это ух... Ладно, ну, я уже съел все эти красненькие. Надеюсь, что когда-нибудь попадется нормально. Кактус какой-то. Кактус не только что плохо, наверное. Кактус нормальный. На Дарксире нормально. В общем-то, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал YouTube's Pro. В комментариях отгадывайте, сейчас скажу я правду или ложь. Я спал с кроатом в одной кровати 5 месяцев в Сербии. Ну нахер.